Что такое ртау и зачем он нам нужен? Сколько я слышал по этому поводу мнений? У меня книг только 4 или 5. И они где-то в чем-то пересекаются, где-то противоречат друг другу. Не в этом дело. Не в этом. Проблема в другом. Мой близкий поехал в какое-то село. Я специально не называю ни имен, ничего остального. И когда он вернулся оттуда, он был, честно говоря, растерян. Я говорю, что такое? Он мне говорит, ну, очень плохо. Очень плохо. И на замечание старших, например, старшие пришли, Чензахшавадин, свадьба. Они пришли, а на встречу к ним никто не вышел. Он сказал, Тарбаздашта, никто на встречу не вышел. В общем, там много чего такого произошло. И их старший сказал, а у нас такие понятия. У нас вот такого рдал. Я не уточняю. У нас такого рдал. А вот, и я еще потом встречался. А вот у нас вот в селе вот так делали. А у нас вот в ущелье так делали. Давайте, давай сейчас будем учитывать, у кого как делали, кто был там старший, в какой момент кто-то из этих людей ошибался. И теперь эту ошибку понесем в будущее. Мы никогда не придем к единому. Так вот, что же я наконец-то коих дал? Если, например, я ему дам такое определение, это религиозно-духовный комплекс астин, со мной согласятся все. Правильно? Но обратите внимание, нравственно-религиозный уровень. Правильно? То есть, у нас не было отдельного от обычной жизни, от обычной социальной жизни, отделенного религиозного какого-то комплекса. То есть, например, взять, если грузин взять, да, там, русских взять, у них как свадьба, то есть в церкви их обвенчали, все, то есть отдельный религиозный обряд. А потом они приезжают за стол и что хотят, то и делать. То есть, уже духовная часть уже исполнена. Здесь это чисто человеческая радость, бытие, веселяться, радуются. Это понятно. У нас у астинов никогда так не было. А осетинское мировоззрение, оно тем и отличается, что каждый шаг астина, любая сторона его жизни была пропитана духовно-нравственным началом, религиозным, которое переходило в религиозные понятия. В обязательном порядке. Почему это нужно было так астинам и никак по-другому? Характер астина – это очень характер индивидуалиста. Мы не успели разделиться на классовые какие-то очень сильные уж разняющиеся слои. Мы были едины, как говорили, все благородные, все одинаковые. То есть, самый последний осетин все равно был горд тем, что он осетин и выставлял, и не позволял себя оскорблять просто так. Он не был холопом. Понятия холопов у нас не существовало как такового. То есть, мы все были свободными. То есть, эти люди, как правило, были очень индивидуальны. И сейчас ты заметил, что астины очень индивидуальны. И вот для того, чтобы как-то заставить это сообщество взаимодействовать между собой, нужен был вот этот религиозно-нравственный уровень. Обратите внимание, религиозный – это значит связь с высшими силами, нравственный – это значит взаимоотношение между людьми. И получалось, что у каждого было свое место. Женщине свое место, мужчине свое место, старшему свое место, младшему свое место. И исполняя общий закон, мы не задевали своего самолюбия. Мы знали, что это закон, и нас это задевало. То есть, это система, которая приводила нас в состояние нестабильности, а жизнеспособности. Вот так вот. Потому что, как сказать, мы народ генералов, солдатов нет. Вот и для того, чтобы мы могли взаимодействовать между собой, была эта система Ахдал. И смотрите, в чем дело, к чему вообще я повел этот разговор. Вот, говорят старшие, что у нас так было, у нас так было, а мы вот так делаем, а вы вот так делали. А что является критерием правильности исполненного ритуала? Критерием. Правственность, духовность, связь с Господом, правильно же? Для чего это существует? И это и есть главный критерий. И когда человек говорит, что мой отец и дед пили араку в этот момент, а не пиво, он только лишь повторяет ошибку отца и прадеда своего. Он должен, он не может понять и не зная того, что отключая свои тормозные центры в голове, да, он освобождает себя от того дискомфорта, который у него существует, который ему послан высшими силами. Непонятно, да? Ну, и поэтому, а к Богу нужно идти не искусственно, очистив мозг, а естественным образом. Что это означает? Господь посылает нам дискомфортные состояния для того, чтобы мы поняли свою ошибку, в каком-то плане изменились, да? А мы берем и искусственно, как сказать, соединяем душу и тело. Мы убираем этот дискомфорт. И в этот момент молиться, это молиться не ему, это молиться другому. Знаешь, как говорит, и будете именем Бога, мне молиться. То есть, любой ритуал, любой ритуал, который сейчас находится у Астины, можно определенно квалифицировать. Или он действительно нравственный и связывает нас с Богом, или это действительно вещь, которая нам совершенно не нужна. Но только по той степени, которая нам помогает отрешиться от земного. В этот момент мы не понимаем, когда на похороны приходят люди, легко одетые, в коротких рубашках. Мы не понимаем, насколько мы грешим. Насколько мы не выполняем нравственный закон Бога. Чем нарушается на похоронах вот такой нравственный закон? Смотрите, в этот момент душа уходит в великий тайный ритуал. Правильно? Уходит душа. Мы должны его сопроводить молитвами. Но вместо этого, видя фривольно одетую женщину, мужчину, у него сразу рождается мысль, хочет он этого или не хочет. И то же самое происходит с женщиной. И в тот момент, когда мы должны оторваться от земного, мы к нему жестко привязываемся. Понимаете? Жестко привязываемся. А кто-то мне говорит, а если он порядочный, пускай об этом не думает. Да мысли сами рождаются, это никак не остановишь. Этого нету возможности. Поэтому, если мы приходим в этот момент прощаться с человеком, мы должны выглядеть соответственно. Мы должны убрать сексуальный признак. Волосы, открытые руки, все это сексуальный признак. Хочет этого, не хочет. У нас есть животное начало, которое мы должны ограничивать. То же самое касается на свадьбах. Раньше молодые только плясали, а за стол не садились. Теперь мы только едим, не пляшем, если никого не плясим. Так вот, речь как раз идет о том, что многие законы, которые мы можем спорить, вот борже здесь или борже не здесь, это не столь важно. Это не так важно. Но когда жених сидит рядом с невестой и кормит ее под фатой, или когда молодая невестка выходит и идет, как бы сказать, домой на второй день после свадьбы, совершенно не обращая на своего, это нарушение на своего этого мужа, отец мужа. Когда она идет, это она нарушает закон. Когда на мамина замечание я огрызаюсь, я нарушаю закон. Ахдау. Понимаете? Ахдау – это такой комплекс, религиозно-нравственный комплекс, который создан специально для нас, для нашего психотипа. И только для нас он годен. Больше ни для кого. Никто не потянет его. А мы по-другому жить не можем. Как только Ахдау начинает нас отпускать, мы превращаемся в таких отвязанных, как другим еще постараться надо. Почему? Потому что потенциал большой, а сдерживать его надо. Понимаете, о чем я говорю? Понятно, я объясняюсь или нет? Потенциал очень большой. У нас, если преступник появляется, то это просто сотрудник дьявола. У нас не бывает этого среднего. И в хорошем и в плохом. Вот для этого и существует Ахдау. Он нас держит в рамках разумного. И Ахдау нужно держать зубами. Это единственное средство для нашего выживания на этой земле. И когда мне начинают держать, махма у Ахдау, ну и махма это взять. Какой Ахдау? Если твой Ахдау помогает скромности, когда он сдерживает похоть, когда он сдерживает чревоугодие, когда он сдерживает алкоголизм, когда он сдерживает любую нескромность, любое, как сказать, вульгарное поведение, это Ахдау. Но если мы потакаем этому Ахдадим Игдау, то это не Ахдау уже. Как вот забытое учение Христа говорит, о потерянной строке из Писания можно восстановить из сердца. Но для того, чтобы восстановить из сердца, нужно быть нравственным человеком. Посмотрите, раньше стояли же у Рдыглауджита, а сейчас их нет. Нет и не будет. Раньше почему туда приходил 30-40-летний мужчина и присутствовал к старикам? Он учился контактировать с Богом. Он видел, что эти люди молятся и берут на себя тяжелейшее время просить за этих молодых. И поэтому старики сажали. И он учился, потому что он знал, что нужно контактировать с высшими силами для того, чтобы жить. А теперь что? Кому прислуживать? Некому. И не стало этого института. И мы деградируем. Если остальных сдерживают религиозные рамки, у нас ведь и религии таковой нет. Остинская вера не подразумевает религиозных каких-то установок. У нас их нет. Но при этом характер Остина не может принять ничего другого. Не может. Он не может свой индивидуализм стереть. И не может свою гордыню убрать. Понимаете? Не может. Вот если остин принимает православие, да, ну, я никого не осуждаю, дай Бог, да. Но я сто процентов знаю, что в глубине души этот остин не может быть покорным. Вот настолько, насколько это требует внутром христианская вера. Понимаешь? Она просто нам не по природе. Ну, не только это. Там многие другие. Я имею в виду, что нам главное, чтобы мы были нравственными людьми. А для этого нужны свои рычаги, родные рычаги. Нельзя коня вырастить мясом. Нельзя тигра кормить соломой. Понимаете? И я в этом убедился. И как только мы, будучи осетинами, пытаемся входить или влазить чужую систему, ничего хорошего из этого не получается. Мы или становимся страшными фанатиками, или очень скоро расчаровываемся и уходим оттуда, махнув рукой. Понимаете? Потенциал, который существует у нас, он может сдерживаться только единым механизмом, который создали наши предки и который отфильтровывался тысячелетия для нашего народа. Это называется гдау. Настоящий гдау. А не такой, что вот у нас так принято, а у нас так принято. Я еще раз определяю. Когда нарушаются морально-нравственные правила, это не гдау. Когда их улучшают, вот это уже гдау. 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 Гдау.